Универньюс приветствует тебя, дорогой зритель. Каждый наступивший день приносит нам новые события в жизнь. Тем более, если это жизнь студенческая. И в Казанском федеральном тоже что ни день, то свежие новости. О них вам расскажу я, Аделья Шамилова. Итак, мы начинаем. Международные эксперты оценили потенциал стратегических академических единиц КФУ. Организация Объединенных Наций начала свою работу теперь и в Казани. Вектор развития образования Татарстана стремится вверх. В КФУ прошло четвертое заседание Международного научного совета. Международные эксперты оценили потенциал стратегических академических единиц КФУ, которые представили ректор университета и руководители проектов. 2 декабря состоялось четвертое заседание Международного научного совета КФУ, в рамках которого ведущие ученые зарубежных университетов-партнеров, курирующие перспективное направление исследований, оценили текущие достижения университета и его дальнейшие перспективы. Международный научный совет был сформирован в связи с участием КФУ в проекте по вхождению университетов России в топ-100 мировых рейтингов вузов. Как уже говорили, работаем над видением университета модели 4.0. Мы наши KPI также расширили. То есть вашему вниманию представлены наши задачи в области развития науки до 2020 года, в развитии образования до 2020 года, по модели университета 3.0 развития в инновационной сфере до 2020 года, но и все, что связано со Smart University, Digital University, это 2020 год. Каждая сессия совета ежегодно включает в себя несколько дней работы, когда эксперты знакомятся с текущими результатами исследований, образовательными программами, инфраструктурными новинками университета. Основной темой обсуждения стали стратегические академические единицы Казанского федерального университета. Да, многие до сих пор ничего не знают о Казани и Казанском университете. Несмотря на возросшую активность ваших ученых на международных конференциях и в разного рода международных ассоциациях, интерес к вам есть, но вы должны понимать, что, например, работая над увеличением числа публикаций, вы не наращиваете этот показатель. Рассказывая о вас своим коллегам в Инсбруке, я вряд ли буду говорить о количестве написанных здесь работ, а вот об открытиях вполне и в первую очередь. Рецептом повышения узнаваемости в мире служит увеличение результативности исследований. Если вы посмотрите, в предметных рейтингах и Таймса, и Куэст, мы в гуманитариях начали продвигаться. В области лингвистики там 120, по памяти, говорю, могу ошибиться, по-моему, 121 позиция, там археология, история тоже. Вот по археологии удивительно, произошел скачок только по одной, ну, как я говорю, из одной причины. Мы там 150 позиции в мире. Потому что два объекта наших, где мы принимали активное участие, попали в список ЮНЕСК. И все наши ученые, когда мы доказывали, шли на номинацию, выступали там и везде выступали от имени Казанского университета. По завершению первой части заседания Ильшат Гафуров наградил международных советников дипломами и памятными знаками за заслуги перед Казанским университетом, за вклад в развитие конкурентоспособности университета. Диана Шилова, Леонард Олитяров, Олег Апачаев, Универ Ньюс. Давно хотел поучаствовать в модели Организации Объединенных Наций, но не решился отправиться для этого в Москву? Тогда у тебя есть уникальная возможность все исправить. Прямо в стенах КФУ стартовала работа Организации Объединенных Наций имени Виталия Чуркина. Как прошло торжественное открытие мероприятия, смотрите в сюжете нашего корреспондента. Региональный этап международной модели Организации Объединенных Наций имени Виталия Чуркина впервые стартовал в Казани. Организаторами модели от региона выступил Казанский федеральный и студенты, обучающиеся в его стенах. Одной из основных задач Организации Объединенных Наций в Казани является вовлечение молодежи в процесс участия в общественной жизни города, обсуждение глобальных и локальных проблем и формирование гражданской позиции. Организация Объединенных Наций крайне заинтересована в том, чтобы ее идеалы, цели, принципы получили широкое распространение в мировом пространстве. Мы ставим цель не только ознакомить слушателей молодежи, прежде всего, современным днем Организации Объединенных Наций, но показать, что в этой уникальной структуре есть свои достижения, но есть свои проблемы. И эти проблемы, может неожиданно скажу для вас, на эти проблемы ориентировалось молодежное сообщество современного мира и училось подключиться к анализу. Открывая торжественную часть мероприятия, ректор Казанского университета Ильшат Гафуров неспроста отметил, что среди выпускников КФУ довольно часто встречаются те, кто ярко начинает и продолжает свою карьеру, которая впоследствии признается на всероссийском уровне. Кстати, некоторые из таких выпускников приняли участие на состоявшемся этапе модели Организации Объединенных Наций. Среди них депутат Государственного Совета Республики Татарстан Рима Ратникова, декан юридического факультета Лилия Бакулина и многие другие. Все они добились топовых позиций в структурах власти, как на уровне Республики, так и на уровне Российской Федерации, отметил глава ВУЗа. Ильшат Гафуров выразил надежду, что все достигнутое далеко не предел. Я думаю, пройдет определенное время, и мы все больше и больше будем видеть наших выпускников в структурах, которые принимают решения по стабилизации обстановки в мире, в нашей стране и в нашей республике. Теплые слова были сказаны не только в адрес работы модели Организации Объединенных Наций. Далее организаторы мероприятия торжественно присвоили ректору почетное звание культурного посла за большой вклад в развитие международных связей, выполнение крупных международных научных проектов. В план программы включены викторины по тематике Организации Объединенных Наций, выступления спикеров по различным комитетам и многое другое. Работы и мероприятия продлится до 6 декабря включительно. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Знакомство представителей вузов нашего города с Казанским федеральным университетом проходило в Центре симуляционного и имитационного обучения Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, а также в Институте психологии и образования. Для чего проводятся подобные встречи, ты узнаешь в нашем следующем сюжете. Казанский федеральный университет посетили заведующие кафедрами социально-экономических и гуманитарных наук различных вузов и университетов города Казани. Они побывали в Центре симуляционного и имитационного обучения Института фундаментальной медицины и биологии, а также в Институте психологии и образования. Я, конечно, представляла себе, что мы сейчас сядем в большой аудитории, нам будут что-то говорить. Для меня было неожиданностью и, как оказывается, приятной, что началось наше совещание не с сиденья там и слушания каких-то, а вот с этой вот интересной экскурсии. То есть здесь настолько все на высоком уровне оборудовано, как мы видим, нам все показывают, рассказывают. У меня просто гордость меня распирает за наш город, за то, что есть у нас такие программы, такие вот центры. Такие встречи очень полезны и значимы, ведь в рамках этого происходит знакомство с передовыми технологиями и инновациями в Республике Татарстан. А также обсуждается вопрос участия в этих разработках вузов и университетов. Мероприятие, я считаю, в этом себе полезно, почему? Потому что действительно люди должны знать, что творится у соседа. Тем более мы живем в одной республике, так сказать, работаем, в том числе и на республике, не только на свой голос. И в этом смысле, когда узнаешь, чем на этот сосед, можно говорить о каких-то международных вещах, о каких-то взаимодействиях, о каких-то совместных проектах и, так сказать, деятельности совместных. Гости познакомились со структурой Казанского университета, а также обменялись опытом друг с другом. Анна Глазунова, Ленардо Влитяров, Универньюз. В Казанском федеральном состоялась республиканская конференция, посвященная векторам развития образования Татарстана. Подробности с открытием мероприятия расскажет Артем Тупичкин. В Казанском федеральном университете состоялась встреча руководства Министерства образования и науки Республики Татарстана и ректора КФУ Ильшата Гафурова с заведующими кафедрами социально-экономических и гуманитарных наук вузов Татарстана. Главной темой для обсуждения стали векторы развития образования Республики Татарстан. В последнее время уделяется особое внимание детскому техническому творчеству. Вы, наверное, слышали о проектах Кванториум. Сегодня, насколько я помню, по Российской Федерации около 40 Кванториумов создано всего лишь. Из них три находятся в Республике Татарстан. Далее для аудитории выступил ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Он рассказал о пути развития и о корректировках дорожной карты вузов в связи с изменениями окружающей действительности. Мы полностью переформатировали программу нашего развития. В основном оценка идет по двум вещам. Это наукометрические данные, то есть это публикация. И это академическая репутация, которая играет огромную роль. Выступление закончилось показом фильма про Казанский федеральный университет. Артем Тпичкин, Роман Самарин, Универньюз. На этом все на сегодня. Не забывай следить за нами в социальных сетях и оставайся с нами на одной волне. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин